друзья всем ассалам алейкум так друзья начинаем а вам алейкум так так вот я пришел оси в здесь а вот у них вот так меню выглядит дорогие друзья на моем втором канале тоже я это все заснял как вы можете просмотреть как я вообще сюда попал так это у них вот заготовочки самое главное ну вот так у них зал выглядит друзья вот зал просторно все в черном стиле как бы не тесно здесь то я думаю еще уже стол поставить так что вот так все выглядит так а тебя давид да зовут асиф на кухне можно пройти а вот здесь у них туалет как туалет я заходить не буду друзья так вот у нас красив салам алейкум ась вот я пришел как-то этот списывали с ним сказал что приду и вот я здесь а он оказывается занят человек занят делом отчеты мясо маринуешь стой 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 еще раз на то люди жалуются на звук то есть мы подготавливаем второй вентиль чтобы вместо надо верно на место насадить то есть мы же готовы марировка поляне на маринад получается опоздал уже до долин у нас готовы уже как бы на вот сам мясо у нас не идет там грудь к и без кожи она абсолютно то есть без кожи совершенно без кожи филе филе это округ то есть ножки идет туда петро вот таком образом маринат делаем вкусные шавермы мясо у нас совершенно маринат по-другому делается то есть без всяких специй которые обычным шавермы добавляется у нас чисто по-домашнему хорошо что ты хочешь сказать что без всяких специй что это значит это есть готовый спец который продается да они уже там готовы в пакете то есть они просто берет руками бросая даже граммовки не смотрят ну ладно допустим даже смотрят вопрос на это уже готовы там разный чеснок всякие то дела но она сушеная спица получается не свежая а сушеная именно как вода дорогие друзья я не по извините я не познакомил вас это асиф основатель вот он шавермы и я вот зашел но коса в рабочие ты уже здоровался в общем что ты сейчас маринуешь мясо правильно я понял тебя то что ты добавляешь помидорки нет нет на томат идет то есть просто томатная паста идет свежий чеснок идет но уксус и пару наших секретов разные ингредиенты идет туда то есть все таки секретики есть да я опоздал на него дорогие мои но есть горит фишка но я ее не скажу поэтому сорян а сколько часов стоит мясо маринаде манераде вообще-то она должна стоит 12 часов 12 часов 12 часов так как у нас как объяснить мы я для вас оставлял чтобы вы пришли я вам показа как манерад делается в итоге вы не успели я на вынужден был сделал манерад чтобы мясо насадить так как у нас каждый день мясо идет на завтра то есть сегодня вечером идет мясо мы манеруем на завтра оставляем завтра утром опять так же и вот так продолжается у нас каждый день то есть манерад как минимум должен 12 часов стоять и потом его одеваем шампур на шампуре а вот скажи пожалуйста вот в две штуки вот такие да уходят в день получается два маринада таких да ходит 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 мы два раза одеваем то есть мы не один раз мы можем сделать 50 килограмм там не знаю 30 килограмм и сейчас сколько здесь а 15 килограмм не больше топина 15 килограмм мы можем 30 килограмм одет но мы этого не делаем потому что она остается там она самый конечный час она может просто протухнет а если вот допустим смотри такой момент осталось мясо допустим до в конце смены что с ним делать смотри зависит от повара во первых если будем на чесноку разговаривать то есть нас смотрят люди да будем говорить чесноку если нормальный повар работает он понимает сколько него мясо стоит и сколько он должен насадить последнее мясо то есть он не должен для вида а именно сколько мы знаем у нас уже открыт уже сегодня пятый день до работы и мы знаем что у нас в конце дня то есть на вечером сколько на мясо одевать и мы одеваем если там остается полкило килограмм я вот так скажу да либо я домой забираю то есть делаю каждому по шаверму потому что если честно очень хотят дома вот и работники тоже а домом все растаскает то есть этот мясо на завтра не выходит но смотри допустим даже выйдет там ничего страшного потому что то есть есть люди которые продают но нету такое заведение что вчерашний мясо ты мне есть даже покажешь самый такой масштабный шаверма в питере если они скажут что у них мясо не остается я скажу что это неправда я могу доказать да но нет такой понятий что не остается хорошо вот су я тебя высвожу смотри то есть я к чему веду к тому то что осталось мясо продавать его на следующий или не надо продавать вот в чем я тебе веду к чему веду тебя вот смотри если если а так же сделана правильная манировка его связано правильно вовремя не оставляя его чтобы она высохла там по сочному если когда она сочная его режешь аккуратно по тонкому и вставляешь естественно но не сразу в холодильник то есть это процесс очень такой серьезный процесс именно то контролировать его надо потом еще порезать если смотрят на нас повара будут смотреть ним совет такой потом же режем вставляем железную емкость только железный не пластмассовая только железную емкость оставляем она остывает через час-полтора потом его можно убрать холодильник аккуратно она абсолютно ничего не меняется просто остается свежее мясо то есть если маринад хорошие хорошие блин мне кажется все равно смотри то есть мясо жареное же правильно уже готовы я еще раз говорю смотри не жаре извини я просушил по сочности там должен высочно есть его почаще режешь то есть она сочная его порезов она ничего качества не теряет абсолютно ничего здесь есть свои очень тонкие фишки которые надо ну эта работа не просто так ты со стороны видно повар взял нож и работает да но есть и в процессу войти естественно очень сложная работа контроль контроль и здесь должен быть максимум если когда контролируешь то все четко понятно а это что у нас тут это соус фирменный тоже да опять ты не будешь говорить секрет да здесь а давай честно с вами создана везде делается 1 рецептура то есть у всех также готовится рецептура также но просто за граммовки и пару фантазия повара хватать сделать соус просто классно то есть везде одинаково готовится но там роль играет самую главную роль это граммовка ты должен узнать какая граммов поскольку соль по грамму там то есть нет такой там я чуть-чуть побольше сделать что нет абсолютно там каждый грамм каждый 1 грамм это важно роль играет большой из-за этого как бы мы делаем все четко по соусу и наши фантазии тоже хватает может посмотреть сейчас как они выглядят дорогие друзья вот соус вот так вот мама какого-то такого не слишком белого оттенка молочного оттенка может сказать что входит состав или нет это майонезный соус как готовится везде также туда ходить кефир чеснок а даже не скажу дальше дальше не скажу значит в соус входит майонез кефир кефир обязательно то есть майонез мы сами делаем не так что мы и покупаем майонез мы сами приготавливаем то есть майонез даже на майонез сам приготовленный то есть не попутно майонез сами приготавливаем там тоже я также играет очень большой роль граммовка естественно вот и остальные ингрегенты которые если может повар фантазировать то есть можно сделать все пусть давай в одном майонез чеснок что еще ну вот соль точно однозначно до солидит но остальное ты не скажешь до основания даже это фирма ну друзья извините ладно я не моих правилах тоже если человек не хочет как бы открывать свои секреты как бы ну мало ли кто там посмотрит но принципе основа ясно там майонез что еще этот соли однозначно кефир но у них я когда пробовал вот первый раз я хочу вам сказать то что у них соус не соленый мне не нравится когда соус соленый это неправильно я считаю потому что не знаю как повара на это смотрит но я считаю что это неправильно потому что перебивает вкус либо они делают чтобы соуса на больше хватило хранение как ты считаешь нет если пересолили из пересоленый соус не просто граммов и не знает они а граммов к соли имеешь внешне что понимаешь вот когда я делаю 10 литровой вот у нас 10 литра на тут я знаю сколько грамм то соль идет тут это я точно знаю я не грамм ни одну грамм не добавляю больше или не меньше то есть четко должно быть все идет граммов к если чуть-чуть больше сделала она будет соленой либо меньше она будет не то но мне не нравится вот я хочу стать свое мнение мне не нравится соленую можно хранить в холодильнике 4 4 дня до 4 не нормально то есть ничего не будет а у тебя уходит насколько уйдет по полтора видера по два видера уходит то есть уходит на 12-20 лет день уходит у нас каждый день то есть по ночам у нас делается заготовки опять же мы до двух работаем после двух мы делаем заготовки соусы именно основной вот у нас работа этот соус мы работаем над соусом чтобы не терять качество мы делаем у нас я могу показать манерат как у нас выглядит сам как бы готовый манерат уже не с мяса а сам манерат как мы что мы добавляем у нас холодильники есть ну давай покажем да давай соус вот так он выглядит друзья сейчас покажу вам вот как аджика на вид как аджика густая такая аджика то есть маринад и уже специи здесь уже готовы готовы это мы сами готовы это она же все готова так то есть тут тут тоже роль играет сколько граммов кем у будем класть сюда то есть каждого каждый смешивать с мяса смешивается с мясо и каждое кило сколько грамм идет это тоже очень важно чтобы в мясо не было солено и и также если будет мало на мясо спортиться потому что там естественно уксус не уксус все здесь есть если будет поменьше мясо с полицы будет вонять уже уже будет там они когда будем уже жарить она будет желание а если надо по граммов все рассчитать самое главное это граммов я понял я забыл тебя спросить а у тебя мясо халяль да конечно халяль халяль ты как бы у проверенных поставщиков да да сто процентов то есть я сам с ними связался то есть я еще и принципиально к этому относишься я смотрю вас на знак на да я я лично принципиально потому что до открытия сначала искал мясо именно я нашел мясо как бы сказали да мы подставляем возле нашего дома тоже есть шаверма это же халяль я через них вышел куда-куда и так же дальше пошло до по сепочкам я нашел и как бы каждый раз я этому ждать что ходит еще покажешь как шаверму делать ну что друзья мы пройдем на кухню то есть туда за барную стойку там где делают шаверму саму и сейчас посмотрим как они делают шаверму погнали а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Смотри, а вот здесь, допустим, нарезанное мясо, зачем это делается? Нарезанное зачем заранее? Заранее, вот смотри, мы не должны... Как бы, если мясо дожарилось, его нельзя просто так оставить, потому что если так остается дожарено, она не дышит. Сейчас мы это тоже, как бы, уберем. Ну а здесь же копится больше, больше. Мы знаем, как это правильно распределить. Здесь это немного, это нормально. Когда она остается, то есть с корочкой своей, да, видишь, как бы корочка, если остается, она может просто завонять внутри. Его надо резать, чтобы она дышала. Да, в общем, вся фишка, да. В общем, чтобы не запрело мясо внутри, да, в своем парнике, как бы. Да, чтобы этого не было. Надо сначала резать его. Можно просто... Это свежее мясо можно поставить, если есть возможность. Можно поставить контейнер рядом. Просто кладешь на контейнер аккуратно, но только либо тот, либо в контейнере. Я бы советовал, в контейнере держат, когда больше второй раз включат аппарат, она будет его сушить. Я бы посоветовал, да. Мы, естественно, это всегда так делаем. Убираем либо контейнер, либо уже знаем, ну, сейчас народ придет, из-за этого не убираем, оставляем здесь. Если она будет здесь стоять, она будет сушиться, во-первых. Если бы на шум пристает, там будет уже, как бы, испортиться, пропадет. Хорошо, смотри, допустим, стоит здесь в тарелке, да, ну, в контейнере, понял. Контейнер, стоит контейнер с мясом, уже холодное мясо, правильно? Пришел человек, заказывает, ему отсюда делаете шаверну? У нас, во-первых, есть микроволновка, как бы его греем. А, мясо прогреваете, да? А в лаваш я не советую мясо греть, отдавать лаваше. А, в лаваше, да, не советую. Потому что, есть повара, знают, а есть никто, не знают. Они, слишком горячее мясо нельзя давать в лаваше, потому что оно может испортить соус. То есть, здесь есть такие тонкие моменты, что надо это понимать до конца. То есть, не просто так взял нож в руку и работаешь. Нет, этот момент, и все человек должен знать. Если слишком горячее мясо в лаваше, оно может испортить, не так, что оно что-то навредит, нет. Просто качество, именно вот качество, вкус мяса, соуса, оно может быть не то, которого оно должно быть. Вот здесь есть такие нюансы. Ну, я думаю, не всегда же так у вас, правильно? Не всегда же так у вас. Что? Ну, как бы в контейнере мяса остается. Нет, конечно, у нас вот уходит. Друзья, пришел человек. Проходите, заказывайте. Это ничего страшного. Как раз сейчас сделаем для вас шаверму. Как? Волоши. Одну? Здесь самое? Можете сделать вопрос? Конечно. Так что, друзья, вот рабочий момент. Человек заказал лаваше. Он, тогда он. Смолтай. Я бы посоветовал бы сначала сдать оболсту. Я это многим советую. Всегда же самым крупным, там есть сети, я им тоже советовал это. Но они мне не слышались. Но потом я увидел, что они поменяли свое приготовление. То есть, как готовится точнее. Помидор должен быть третьим, четвертым. Потому что, если она останется под лавашем, то есть, под салатом, самый нижний, если будет она, когда лаваш греется, помидор может, нагревается, она вкус теряется. Это нехорошо. Лучше пускай будет тетинка капусты, что вы там даете. Пускай она будет первым. А, соусы у вас так, да, в баночках, понятно? Баночки, а тут уже холодильник. Но это по-современному. Это не как этот с поварешки, многие. Ставим граммовку все делаем. А, все через весы, вот. Сколько одна шаверма весит в готовом виде? В готовом виде должно весить 380-390. По-разному. Ну, если контроль нормальный держим, то 390 граммов. Это стандартная, классика. Еще один свой, да? Соус. Первый соус это для салата. Второй соус? Для мяса, как бы. Чтобы и в середине было соус, и сверху, чтобы она была сочной. То есть, не так, что ты укусил, только с одной стороны ты можешь заметить соус. А тут у нас свой двуслойный, как бы, соус. И пошел грилеем сюда. Да. Тут же важно, что не сильно пригореть лаваш, потому что ты можешь испортить и соус, и салат, и лаваш. Она, возможно, будет слишком хрустящим, да? Но ты испортишь качество своей шавермы. Если она долго будет стоять там, в первую очередь, в самом первом, это портятся помидоры. Помидоры очень быстро портятся. Важно не перегреть, в общем. Да. Ты должен понять, сколько там. Ну, сделайте для себя вывод, как бы, да? Ну, взяли, сделали для себя шаверму и пробуйте. Там несколько штук в день. Пробуйте, и вы найдете правильный, то есть, расчет, да? Сколько она должна стоять там. Все это дело. Вот так. Асиф, я хочу тебя спросить, вот, допустим, насадили мы 15 килограмм мяса сюда, правильно? Сколько по времени до готовности? По времени? Все целых 15 килограмм или как? Ну, допустим, когда я смогу первую шаверму сделать? Через 45 минут. Через 40 минут. Если останавливать в одном месте, она просто пережарится, то есть, да, если больше его не дергать туда-сюда, если она будет только вот так стоять и жариться, она, да, возможно, через 10 минут будет какой-то слой готов, но она не будет готов, она просто будет пережариться и все. То есть, сгоревший получится шаверму. А если когда она крутится, она готовится в течение 40-45 минут уже все слой готовится. А это первый слой. Первый слой всегда долго готовится. второй слой на 15 минут раньше готовится 15-17 минут раньше готовится чем первый слой а также дальше же идет естественно 5-10 минут уже столько больше стоит столько быстрее готовится по слоям идет как бы да не так что я понял то есть не все вместе сразу готова то есть послойно послойно срезается первый слой это 40-45 минут это нормально чтобы она хорошо приготовилась ты вот следишь вот интересно мне вот за газа готовками да у тебя помидоры там это все как бы поставщика сам выбираешь помидор у тебя вкусный я пробовал память вкус помидоров там кто никого в общем кто не смотрел еще на моем втором канале как я попал сюда я там уже пробовал шаверма у ваше и там есть вид видос как я там рассказывал то что вкус помидоров есть то есть я сейчас не придумал действительно я первый раз попробую сказал что есть действительно вкус помидоров шаверме присутствует салат для нас это качество надо будет работать качественно и покупать просто качественным продукции я понимаю дорого но сейчас шаверма недорогая 160 рублей распределяться правильно вот в здесь местности 108 190 я видел ну мы сделали так стандартная цена что все пробовали если будут многие люди ходить сюда то есть если столько больше клиентура естественно поднимать цены смысла нету да мы будем чуть-чуть там потрудиться больше работа больше клиентов обслуживать но мы можем зарабатывать так же то есть тут больше всего правильное распределение правильно 4 соуса значит у тебя аджика да у нас красном тонне лежит аджика хумус у нас и два белых соуса то есть хумус что это для чего это это для палаты вегетарианский белье да у вас даже такой есть да то есть это не хотят кушать мясо кушать наш изумительный палаты помидоры капуста это все то есть в одном месте берете покупаете да у нас все все что продукции видите здесь я нашли с одного поставщика с морковку корейскую сами делаете вы сами делаем и капусты сами делаем то есть это не перевозной мы просто покоемся вот это важно да когда готовы покупаете или вот сами это мы сами делаем как раз таки это что такое это у нас полу острые полу и соленые вот так она идет перемешка то есть она соленая добавляете в каждую шаверму или пассажир у нас есть разные шаймы как бы в меню у нас входит свои как бы фирменные шавермы да и это как добавки если клиент хочет как бы ну это а вот стоит деньги халапень вижу халапень тоже отдельно добавляете то есть у нас эти отдельные добавки идет еще картошка фри как бы это наши добавки то есть пожелание клиента сыр соленый огурчик и соленья и соленья да все понял эти же бесплатно даже если хотят будем давлять актуально свежий салат и лук все овощи у нас идет и глуп больше ничего как на салат по-корейски нет и то есть морковь по-корейски земли нет у нас идет либо добавка также либо есть на свой фирменный шаверма который то и картошка фри входит и морковка входит мясо побольше чем стандартным то есть два дня мясо получается количество там получится где-то 450 500 грамм прошлый раз съел шаверу морковку не видел там где в шаверме нет здесь а шаверме или здесь не шаверме в шаверме добавляется она попросить надо попросить за это надо доплачивать до 20 рублей я просто люблю когда присутствует корейская морковка в шаверме ну это же как бы опять так же получается у каждого свой вкус а мы делаем классику из этих майорами то есть человек не любит марку я на мне не люблю если честно не нравится мне не нравится морковка мне нравится вот чисто классика максимум что я могу себя добавить это сыр просто везде по-разному готовят допустим халапень там допустим аджику они вообще морковку тоже они как бы это все входит кидает просто человек наверно должен знать говорить или как спрашивать остро и не остро или чего есть как он должен вот я допустим пришел да я допустим пришел заказал и я допустим не люблю острые не хочу острые а в шаверме делают все по классике как бы как ты говоришь и у них добавляют и халапенье аджику что делать во первых у человека который это все делается у него в меню должен ходить состав также на состав написано то есть состав я пришел смотрю шаверма да допустим я должен за состав то что ходит если там состав написано то есть это же нам это же клиент сам должен определить что ему надо что не надо а есть у нас клиент спрашивает как бы да нам не ставьте капустисти классику заказал не ставьте красного капуста мы как бы отвечаем естественно то туда идет только свежие без малюрованной капуста или там так далее да и все а если вот раньше у нас была шаверма как вам объяснить раньше делали только морковка капуста было я помню это морковка капуста было и только белокочанная капуста была до белокочанная капуста в жесткая капуста и морковку добавлял луктовали огурцы и все как бы и помидоры вот так вот морковка как бы обязательно добавлялся маркет поменялся частов классика свежий салат и все это для любителя я вот так скажу а классик это для всех чем ты меня еще можешь удивить сегодня я сделаю на тарелки шаверман и и я не надеюсь уверен что тебе понравится попробуем попробуем друзья смотрите сейчас будет пушечная шаверма как сказали мне сейчас правильно я понимаю выстрел выстрел говорит выстрел будет твою голову твой желудок а я хочу еще пообщаться с тобой если не против взять у тебя как бы небольшое интервью как ты к этому пришел не знаю вот как ты решил чтобы тебе нужна шаверма там вот это в общем пообщаем сейчас ты не против я не против нет совершенно я могу сказать 0 я очень давно в этом сфере уже 10 лет когда-то мне друг просто сказал один я приходи помоги мне наш от шавермы стоп стоп остальное вы увидите на втором канале ссылочку оставлю под этим видео перейдёте нажмёте посмотреть субтитры сделал DimaTorzok друзья настало время попробовать шаверму на тарелке 240 рублей стоит вот эта вот тарелка не одноразовая как я уже подмечал то есть приятная посуда вот такая пита подается сейчас попробуем довольно таки нормальная порция скажу мясо чуть-чуть по моему подсолили прошлый раз когда я пробовал шаверму лаваше нам было не очень такая соленая что-то здесь но все равно не очень сильно но чувствуется маленько то что оно пересолено то есть не вставать можно по очереди совсем все что угодно можно с картошкой мясо можно с оленью мясо можно с капусты маринованное мясо я люблю с морковкой по-корейски пробовать мясо то есть когда морковка по-корейски присутствует шаверни там допустим или вот сейчас данный момент с мясом не очень это нравится да здесь халапенье нету халапенье можно дополнительно по моему 20 или 15 рублей стоит добавить дополнительно халапенье здесь халапенье нету халапенье люблю поэтому здесь есть огурчики вот может с мясом также ну и помидорчики которые мне понравились попробую соус отдельно не люблю когда мое личное мнение можно попросить в любой шаверме я думаю не откажут сделать поменьше соуса ну кому не нравится мне например не нравится слишком много белого соуса в шаверме это мое мнение опять же не соленая я люблю когда не соленый соус попробую аджику отдельно остро насколько она острая она не острая она вообще не острая аджика вообще не острая аджика не острая маленькая стримка отдается в конце привкус острый привкус но она не острая аджику тоже не люблю когда присутствует ну именно в шаверме то есть в лаваше тогда поэтому я отказываюсь от нее вот в целом в целом порция довольно таки приемлемая за 240 рублей я думаю это не каждый украинцы все это съесть так что приходите пробуйте советую попробовать мне прошлый раз понравилось маринад как сочетался маринад мясо в лавка вот шаверма лаваше именно кушаешь какой-то необычный вкус и сейчас он есть я не могу понять и красив может мне по секрету он скажет все таки что там добавляет хотя он не сказал на калина я у него сейчас выпущу чтобы мне сказал целом помидоры присутствует ну как бы от бог ну как бы не те что что с выращенные парнике да там то есть вкус помидоров присутствует это очень здорово что могу сказать шаверма дон шаверма надеюсь что они не испортятся в дальнейшем также и продолжат топить то есть на таком же уровне останутся 5 сих не говорил то что нет мы не испортимся мы будем держаться планку ну как бы никто не говорил все равно рано или поздно уровень падает не у всех но маленький процент того то что остается там единицы когда планка держится знаете я вот знаю сети сейчас здесь даже мурина которые которые то есть они разослили до такой масштабной сети но и уровень продукции у них упал очень сильно хочется верить что у асифа это не случится он будет развиваться топить дальше раскручиваться превратится большую сеть и качество у него не упадет иначе я приду и просто разнесу если он качество упадет так что друзья подписывайтесь сделайте красную кнопку серый хочу пожелать вам всем здоровья в этом непростое время так что всем добра и здоровья подписывайтесь комментарии и лайки обязательно лайки видео с интервью асифа будет на другом канале ссылку оставлю под этим видео можете перейти лайкнуть также посмотреть что асиф откуда асиф так что так что все все просто перейти по ссылочке всем добра офис так что все Субтитры сделал DimaTorzok